Вы знаете, что такое слово «проблема»? Вот я думаю, что проблема – это наша жизнь. Сама по себе жизнь – проблема. Что бы ты ни делал, за что бы ты ни взялся, в каком-нибудь проблеме. Вы говорите, мол, у меня проблемы. Значит, я живу. У меня такая проблема сейчас, значит, моя жизнь бурлит. Так мир устроен. За что ни возьмешься, везде одни проблемы. Люди, которые в нищете, в долгах, в жестоких схватках этой жизни, барахтаются из последних сил, все в проблемах. За квартиру заплатить – проблема, за обучение детей заплатить – проблема, пожрать – проблема, лечиться – проблема, поехать куда-нибудь – проблема, купить билет на самолет – проблема. Короче, одни проблемы. Богатый человек, куда деть деньги – проблема, куда их вложить. Такая головная боль, такая проблема. Как их сохранить еще большую проблему? Как сделать так, чтобы твои дети, купаясь в богатстве, заработанном тобой, не стали наркоманами, бандитами или не попали в плохую компанию – проблема. Чтобы жена не спилась – проблема. Проблема, 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 проблема. Так это и есть жизнь. В бизнесе, в нашем, в сетевом. Одна сплошная проблема. Мы все время решаем проблему. Знаете, про деловых людей говорят, он решает проблему. Да, потому что он успешен, он решает проблему. Он понимает, что жизнь – это решение проблем. Другими словами. И я не понимаю людей, которые говорят, ой, у меня в бизнесе проблем. Так это значит хорошо. Никто не сказал, что у нас не будет проблем. Более того, никто не сказал, что мы страдать не будем и не должны. К чему я подвожу вас? Вас и себя заодно. Я хочу сказать о том, что не надо быть идиотом. Не надо быть дураком. Не надо быть неадекватным человеком. Надо относиться к окружающему миру с пониманием. Надо осознавать, что происходит. Ты начал бизнес, ты можешь ошибиться, правда, выбирая его, выбирая компанию, например. Ты можешь ошибиться, это тоже проблема. Ты выбирал компанию, а оказалось, что начальники, хозяева, владельцы бизнеса – идиоты попали тебе. Без мозгов, непорядочные и прожрали, извиняюсь за выражение, весь твой бизнес. Перестали выплачивать эти деньги. И твой труд адский, твое преодоление проблем можно слить в унитаз. Ты потерял этот бизнес. Почему? Потому что ты неправильно выбрал компанию. Бывает, бывает. Бывает, что ты ошибся и попал в компанию, которая вдруг оказалась совсем не тем, о чем тебе декларировали, когда ты туда вступал. Все обещанное не сделано, продукт не выпущен, в страну так и не зашел. И так далее, и так далее. Твой спонсор тебя обманул. Проблемы? Да, бывают. Но часто бывает так, человек попал в хорошую компанию, с хорошим продуктом, с хорошим маркетинговым планом. Примеры других людей на данном этапе говорят, что это именно так. Что сейчас можно здесь делать деньги. Вот он реальный продукт, вот он маркетинг, вот эти лидеры, люди, с помощью которых это можно делать. Все есть. Есть система бизнеса, которую придумали спонсоры. Все есть. Работай. Проблема. Где взять людей? Извечная проблема. Понятно. Где взять клиентов, где взять дистрибьюторов? Проблема. И люди начинают эту проблему решать. Одни умные люди, разумные, решают это так. Они осваивают этот бизнес. Они учатся находить клиентов. Они трудно и много работают. Они переносят оскорбления, унижения, издювки. Они понимают свой непрофессионализм. Осознают свою неготовность. Они понимают, что они стоят на сегодняшний день 100 долларов, 200 долларов, 1000 долларов. Столько, сколько они получают. И они повышают свои ценности. Чем? Трудом. Усилием. Усилием берется бизнес. Усилием. Ничем другим. Они решают проблемы. Так поступают умные люди. Они шаг за шагом начинают осознавать, что самое главное – научиться строить силу. Сеть. Научиться набирать людей, которые будут А. Пользоваться продуктом. Б. Продавать продукт в розницу. В. Создавать под собой сеть, которая будет А. Пользоваться продуктом, создавать товарооборот. Б. Продавать продукт в розницу, создавать товарооборот. И В. Набирать людей, которые будут А. И пошло до бесконечности. АБВ, АБВ, АБВ и так в глубины Смотришь, решал, решал проблемы И оказался на вершине карьерной лестницы И все время был в проблемах, все время Собрал людей, техника не сработала какая-нибудь Там проектор сломался Собрал людей, свет выключился Пригласил много людей, пришло два человека Надеялся, что твой партнер, до которого ты делал ставку Будет быстро развиваться, он свалил в другую компанию Надеялся, что компания выдаст новый продукт Его не выдали, все время проблема Все время какая-нибудь проблема Что делает умный человек? Он эти проблемы решает Как он себя поддерживает? А он в волнах, в огромных девятых валах этих проблем Каждый месяц считает А сколько у него партнеров? А сколько у него оборудованных? А сколько у него доход? А есть ли рост? А какой рост? И в конечном итоге Барахтался, барахтался, смотришь А за пять месяцев группа выросла в 32 странах До трех тысяч партнеров И вот я про себя сейчас говорю Пять месяцев, ровно пять месяцев Тридцать две страны, три тысячи партнеров Соответствующий чек Который каждый месяц на две, три, одну тысячу растет вверх Весь бизнес из сплошных проблем Но когда подводишь итоги, смотришь А ничего И двигаешься дальше Опять же преодолевая проблемы И находясь в борении с этими самыми пресловутыми проблемами Как устроен мир? Как устроен бизнес? Ты этого не понимал? Не знал? Неприятно будет в проблемах? Да ты всегда не понимаешь? Только выйдешь из этого бизнеса, пойдешь в другой Начнутся другие проблемы Как поступают неумные люди? Люди неосновательные Которые непостоянные У которых не хватает чего-то важного здесь Какой-то цементирующий все, что в нем хорошее Есть силы, объединяя это в одно Чего-то важного в таких людях не хватает Какие-то попрыгунчики Неосновательные люди Которые думают, что они могут найти место, где не будет проблем Звонит мне недавно Крупный лидер Так он себя называет И говорит Слушай, мы отнесли тебя к числу крупных лидеров сетевых Сейчас создается компания Счет идет на десятки и сотни пока За несколько дней Твое место будет 273 Значит во всем мире столько крупные лидеры собираются Понимаешь ли ты? Мы создаем беспроблемную компанию Мы создаем компании, в которой не будет проблем Ты же знаешь, что 90% людей в сетевом маркетинге денег не зарабатывают Мы создали или там создали компанию, ребята В которой будут зарабатывать все Я говорю, такого не бывает Ну, ты не знаешь Они создали гениальный маркетинг, который разрабатывали 3 года И этот гениальный маркетинг позволяет зарабатывать всем Нужно 400 долларов внести Там такая матрица Там плюс матрица еще какие-то винтики прикручены Там еще какая-то, извиняюсь за выражение, хрень Они наворочили, придумали 400 долларов туда вкладываешь Еще одного такого приводишь и на всю оставшуюся жизнь только кассируешь баблы Как вам говорили, кассируешь деньги Я говорю, такого не бывает, такого быть не может Молчу, но про себя думаю, что такого быть не может Думаю, узнаю дальше, что Я говорю, слушай, а вот как это понять? Вот я вкладываю в общую корзину 400 долларов И приглашаю еще одного такого же И он тоже 400 долларов, и он тоже 400 долларов, и он 400 Все по 400, а потом все оттуда вынимать по 5 тысяч, по 7 тысяч И все будут по таким цифрам вынимать Откуда деньги? Ну понимаешь, маркетинг-план так просчитан Я говорю, ну подожди, ну за счет кого-то же Не, нет, вот это единственный маркетинг, который позволяет заработать всем Это беспроблемный бизнес Я понимаю, когда новичок Хитромудрый новичок С неустойчивыми моральными принципами Может клюнуть на такую Извиняюсь за выражение, фигню Но когда опытный человек, который занимается не один десяток лет сетевым бизнесом Предлагает такую вещь и говорит, поскольку ты первый То все будут зарабатывать и мы будем кассировать чек Это беспроблемный бизнес, зарабатывать будут все Это вот наконец-то решение проблем Я говорю, слушай, ведь это же Ты же знаешь, что это такое Ты же знаешь, что это такое Ты-то знаешь, что это такое Как ты, профессиональный человек, можешь переступить через свою совесть Попрать все-все-все-все-все мыслимые и немыслимые этические законы И поставить на кон свое имя А продают какой продукт? Я говорю, продукта какой хотя бы Понятно, что дело уже не в продукте Дело уже... Продукт придумывается любой На ходу Главная идея, как собрать деньги Я говорю, какой продукт? О, это антикризисная программа для населения Ее в Америке продавали по 3000 долларов по телевизору А сейчас решили попустить по сети, потому что она в лед ведет Я говорю, а что это за программа? Ну за 3000 долларов покупаешь программу И тебе рассказывают Там всякие разные бумажки, видео, аудиокассеты И они рассказывают тебе, как выбраться из долгов Как закрыть, значит, все кредиты И как процветать в условиях клеиса Я говорю, ты всерьез, что ли? Да какая разница? Правда, на русском языке еще нет, но главное сейчас вступить Послушайте меня, пожалуйста Воровать нехорошо, некоторые воруют Насиловать детей отвратительно, мерзко, некоторые это делают Обманывать людей нехорошо, некрасиво Но многие поступают так В чем дело, я не пойму Это путь решения собственных проблем Если вам делают такие предложения И вы их принимаете То у вас проблема Большая Вам потом некуда будет высунуть свой нос Можно ошибаться Можно делать ошибки Можно искренне идти в какой-то бизнес Веря, что он нужен и полезен людям Но когда ты осознанно идешь ради денег на обман То это большая проблема Проблемы решаются не так Проблемы решаются трудом Проблемы решаются усилием Проблемы решаются напряжением воли Проблемы решаются колоссальными действиями Направленными на оказание помощи другим людям Так решаются проблемы Бывают спады, бывают подъемы Но проблема решается так Нельзя решить проблему вот так Раз Обмануть людей Соберешь на голову себе Столько проблем Мало не покажется Я желаю вам удачи Всего доброго